У нас может быть когда-нибудь внедрят IP версии 6. Слишком уж сложная технология для внедрения получилось слишком много переделывать. То есть это не ограничивает только сменой адреса. Если бы просто ограничилась смена адреса, поменяли бы достаточно быстро. И у нас долгое время будет сосуществовать как IP версии 6, так и IP версии 4. Один из вариантов сосуществования это двудомные компьютеры. Вы уже видели, когда у нас сервер имеет два адреса IP версии 6 и IP версии 4. Сейчас мы другой вариант рассмотрим. Это вариант туннеля. Вот у нас две сети IP версии 6. И они связаны через сеть IP версии 4. И нам нужно трафик гонять туда-сюда. Для этой цели существует специальный туннель IP версии 6 поверх IP версии 4. Ну естественно у нас можно делать универсальный, гре-туннель, где гонять все что угодно. Но вот тут специальный туннель именно для этого. Итак, вот у нас наши сервера. И давайте мы их законфигурим и проверим, что пинг будет ходить. Вот у нас такие вот айпичники я придумал. И давайте мы сделаем... Вначале давайте построим конфигурацию. Control нажали, чтобы два теперь коммутатора с control и два пи-си control Давайте поменяем пи-си. Вот раз мы соединиться считаем как нормальные люди и как пи-синики разные Так... давайте... коннекшн... будем использовать автоматическую коннекцию Соединение опять... Так... Значит в чем тут специфика нашего подключения Keep У нас тут три роутера. Естественно, чтобы они работали, нужно нам включить маршрутизацию То есть на этих трех роутерах будет маршрутизация по IP версии 4 А между вот этими двумя роутерами будет маршрутизация по IP версии 6 Ну, IP версии 6... ладно, мы вручную сделаем А вот IP версии 4... нам, наверное, лучше будет поднять какой-то протокол динамической маршрутизации Но мы EGRP тут поднимем Проще всего, чтобы не думать Ну, что ж, начнем Значит, этап первый Мы законфигурим эти роутеры по IP версии 4 Поднимем роутинг, посмотрим, что они друг друга видят А потом на них поднимем Собственно, туннель и роутинг на туннель запишем Вот я тут все это прописал Итак, давайте первый роутер Конфигуры терминал У нас опять уже в конфигуре терминал IPv6 Unicast routing Интерфейс G00 Адрес IPv6 Адрес Табуляции дописываю 1 Ну, первый, как всегда, ставим Или последний на роутеры NoShutdown А не по умолчанию все опущены интерфейсы Вверх стрелочкой 1 Адрес Адрес у нас в интернет будет смотреть NoShutdown И адрес в интернет IP Адрес 10 00 1 255 00 Right Ну, вот Подняли Ну, на самом деле Вот с адресом, который На втором 20 Это мы похулиганили, конечно Этот адрес не стоит употреблять в жизни IPv6 Unicast routing Интерфейс G0 00 IPv6 Адрес 2 1 64 NoShutdown Обид 2 . 2 2 5 5 0 0 0 0 Лучше набрать заново Значит и третий роутер Ну тут IPv4 сейчас Unicast не нужен нам Тут у нас только IPv4 Интерфейс гигабитный 0.0 Ну нет там гигабитных конечно я думаю Сериальные линки там что-то другое подключено К таким роутерам Нам проще гигабитный Значит IP адрес 10.0.0.2 Значит NoShotDown И первый NoShotDown Адрес будет 20.0.0.1 2.5.5.0.0.0 Ну и теперь мы роутинг поднимем С помощью EGRP Ну вот смотрите мы отсюда пингуем Пинг 10.0.0.2 Пингуется А вот 20.0.0.1 Уже все Уже другая сеть как туда ходить не знаем И поэтому мы EGRP поднимаем Значит ConvT И Роутер EGRP 1 И сеточку вешаем Соответственно у нас десятка тут висит на этом интерфейсе Значит На этом у нас интерфейсе двадцатка висит Да NFT Вот Вы видели Вот EGRP1 И вешаем сетку 20 Так И Вот этот центральный наш роутер Через который все ходить будет Роутер EGRP И две сетки вешаем соответственно у нас Вот это проще всего Тут мы не напрягаемся с конфигурацией Конфигурируется все Что я сделал Что я сделал Так Вот Он в T Роутер Это мы копируем сетку Пишем No Showroom Ну вот все Что у нас Давайте попробуем Отсюда Копинговать 20 0 0 Вот у нас на втором роутере 2 Ctrl Z Конечно Ctrl Z Z Пинг 20 0 0 2 Опаньки Пингуются Все хорошо Как этот этап сделали Значит этап следующий Строим туннели Опять этот роутер Зря закрывали Добавляем Еще один Туннельный интерфейс Он в T Интерфейс Туннель Нулевой Вот Поднялся интерфейс Значит источник Туннельного интерфейса Значит он будет связывать Давайте смотрим Картинки Он связывает Вот так вот Вот этот внешний интерфейс Вот с этим роутером Поэтому мы Можем писать Источник в принципе как адрес Но мы пишем его как Железку То есть через Какой интерфейс Будет он ходить Туннель Источник То есть он выходит Из Ж 0 1 Другим концом туннеля Будет Внешний интерфейс Роутер А2 Установлен Что за туннель у нас Давайте посмотрим Какие туннели у нас есть Да у нас Гре То есть универсальный туннель В который мы Это специальный вариант Протокола IP Туда все что угодно Можем запихать И IP версии 6 Поверх IP Ну и Этот туннель Будет иметь Определенный адрес IP версии 6 Это будет адрес Тоже вот Свой адрес у туннеля Этот интерфейс Туннельный Имеет Адрес Через который мы Собственно и будем Маршрутизировать Так давайте мы На втором Поднимем туннель Ну Логика такая Давайте Итак Интерфейс Добавляем Туннельный Источник опять Будет Внешний Интерфейс Который Во внешней сеть Смотрит Соответственно Другим концом Туннеля Будет Интерфейс Роутера 1 Так вот 10 на 0.0.1 Ну и Адрес По нему же Роутинг должен быть По всякому туннелю IPv6 Адрес Ну и Теперь Роутинг Поднимем Значит Конст IPv6 Рут Значит Сетку Вот это 0.0.0 Все равно Съестся Он не нужен 64 Через Интерфейс Через тот Конец Через интерфейс 2 Адрес Обратно Роутинг С какой стороны Обратно Тут Конфт IPv6 IPv6 Рут Вот Эту Сетку Тысячную Через Конец Ну вот Можно Посмотреть И В отчет Предоставить Конфигурацию Конфигурацию Можно Экспортировать В виде Текстового файла И Вставить В отчет Ну Вот Все Теперь Давайте Мы Наши PC Законфигурим Значит PC1 Значит Вот Так Вот Статически Думать Много Не будем 4 И Gateway Это Вот Наш Маршрутизатор Второй А мы Его Не Переименовали Второй У Нас Опять Че Этический 54 И Gateway Наш Маршрутизатор Ну Вот Собственно Все Сейчас Будем Пробовать Пинговать Как Получится Давайте Посмотрим Конфиг All Вот Он Наш Часа Ничем Они Раздавали Так Маршрутизатор Пропингуем Маршрутизатор Есть И Теперь PC2 Пропингуем Сейчас Смотрим Сейчас Пропингуем Мы Роутеры Посмотрим Как у нас Пингуются Так Давайте Мы Этого Роутера Пинг Кипят Сейчас Проверю Все Конфиги На Паузу Нажму Чтобы Конфиги Проверить Чтобы Ваше Время Не Отнимать Так Я Проверил Конфиг Я Пропустил При Втором Туннеле Вот Эту Строчку То есть Энкапсуляцию Туннель Мод IP86 IP Я ее Набрал И теперь Мы Пробуем Пинговать Ну вот Видим Все Проходит Ну и Можно Обратно Попробовать Значит IP Конфиг Пол И Пропингуем И Пропингуем Вот Видите Все Пингуется Итак У нас Туннель Построен То есть Вот тут У нас IP Версии 4 Тут У нас IP Версии 6 Но В Враждебном Мире IP Версии 4 IP Версии 6 Могут Выживать Выживать Посредством Туннелей Вот Так Вот Все Версии Версии 6 7 8 9 9 10